МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лидерская позиция. Минская область стала лепшей Украине по огульным показчику социально-экономичного развития. Фактически пятая часть инвестиций за пятилетку, которая привлечена в страну, это наши инвестиции. Каждый четвертый литр молока, который сегодня в стране производится, это наше молоко. Обмеркуем разом идея пошния подрыхтока до масштабного народного веча. В каждом учреждении есть определенные резервы для того, чтобы помочь государству сократить достаточно большие расходы. Голос народа – сюжет Катярыны Сурмы. Сабруске-Односины, Молодечна и Славянске Марыбар подписали походнение об социально-экономичном супрацовнестве. Это сотрудничество будет одним из стимулов тоже расширения экспортных поставок. Лидерская позиция Минская область стала лепшей Украине по огульным показчику социально-экономичного развития. По выниках Пятигодки, Центральный регион, Большу Витебшину и Гродинщину. А кроме этого, Минская область – улику лидеров по экономии ресурсов. Вызначилися и пыльные районы, и предприемства. Их отзначили на обновленной республиканской дождь Цегонару. Так, Нясвишчина стала абсолютным переможцем у социально-экономичной глини. Проделали немало, и потенциал большой. Фактически, пятая часть инвестиций за пятилетку, которая привлечена в страну, это наши инвестиции. Каждый четвертый литр молока, который сегодня в стране производится, это наше молоко. Одну треть жилья, построенного за пятилетку, – это строительство Минской области. Кроме всего, мы улучшили свою демографическую ситуацию. У нас 91 тысяча новорожденных за пять лет, поэтому все это результаты слаженного командного труда всего коллектива, всех граждан области. В этом году мы планируем закончить строительство завода по производству легковых автомобилей. Это первый завод в республике, это знаковый проект для страны. Соответственно, в этом году будет видена стартовая площадка индустриального парка «Великий камень». От мяркуем разом идти опошняя подрыхтовка до масштабного народного вечера. Далегаты пятого оси белорусского народного схода уже избирают шамаданы и робят контрольные правки в своей пропановой по развитию Украины. Уже совсем худко им доведеться по 200 выники минулой пятигодки и побудовать планы на ближайшую будущую. Голос народа. Сюжет Катярыны Сурмы. Поплавский детский сад. Среднюю школу можно назвать «саправдной школой будущей». Найновшие компьютеры, электронные дзонники и классные часописы, онлайн-заданные на дом. Вязковая установа эдукации, можно сказать, обсталявана по опошнему слову техники. Новиковый прогресс закранул не только материальную, а и интеллектуальную базу. Минавито тут распрацевали уникальную электронную программу навучания. За досидендосельских наставников взвертаются коллеги из всей краины. Решили, что мы должны разработать комплект авторских электронных средств обучения, которые гражданско-патриотической направленности. На базе нашего учреждения мы время от времени принимаем наших коллег. И из учреждений образования нашего района, и из учреждений образования Минской области. Проводим семинары, обучающие курсы, мастер-классы. Не глядяши на судовные на двор, я Виталь Дудкову весь день проводит у кабинете. Спешается скончить все справы пираты, яка отправится на народный сход. Капу отсутность директора поплавский детячий сад школа працавау без форс-мажоров, керавник отдае опошние распоряджения и текавица у подначалиных. А яке пожадания и пропановы для развития краины есть у их. Может быть, пользуясь возможностью задать какой-то вопрос, который волнует учителей. В основном учреждения образования должно работать с детьми, а не с их родителями, с руководителями организаций, которые, может быть, на своих местах смогли бы помочь нам где-то. И это не один вопрос, за каким делегат от Березинского района отправляется на Всебелорусский народный сход. Виталь Дудков пропонует коллегам опыт своей школы. Не боятся выкористовывать высокие технологии у средней эдукации. Еще одна тема, которая хвалюет делегата – поляпшение материально-технической базы. В каждом учреждении есть определенные резервы для экономии, для бережливости, для того, чтобы помочь государству сократить достаточно большие расходы. Даже несмотря на то, что я руководитель небольшого учреждения, я все равно понимаю, что жизнь заставляет переходить к так называемому подушному финансированию, то есть выделять средства из расчета того, сколько учеников обучается учреждение образования. До речи, питаниям эдукации надается не меньше уваги, чем социальной и экономичной сферам. Тема выхования подрастающего поколения станет одной из основных и на пятом усебелорусском народном сходе. Катерина Сурма, Элля Пучко, Минщина. До надзвечайных здарений у Кировца за рулем легкового автомобиля урезался у машину дорожной службы и помер на место здарения. Авара отбылась у Уззенским районе. Младый человек на своем авто рухался у бок Слуцка. Причина, по которой Кировца не зауважен на своем шляху уражливых по меру пирожкоду и здесь с ним наезд, теперь высветляется. Неправильный выбор обеспечной худкости руху – имоверная версия, якую огучили права хоуники. Под одним фактом ДТЗ зараз проводится проверка. С деталей упаковки вядома только то, что машина дорожных службов была позначена усими необходимыми знаками. Эдукация празусюжитцё – один из приоритетов социально-экономичного развития краины на ближайшие пять год. Жихарки Солигорска примерили на себя литерально. Студентки университета третьего взрослого освоили профессию дизайнера. Основы фэшн-индустрии в классе Солигорска была признана женщиной года Солигорска. Ну а креативная рукоделия – это не только макшимость научить инших, к чему стіновому, але и подаровать радость тем, кто наибольшь мае потребу у Клопадзе и у Вазе. У нас разносторонние темы, мы просто на одном не можем. Вот нам что-то мы поглядели по интернету, что-то понравилось. Вот, например, начинали мы техника буфы и пошли делать вот эти, стали делать подушечки. Мы дарили деткам, сиротам подарки многодетным матерям. Все девочки с большой охотой занимаются и оставляют свои личные дела, сюда приходят. Прежде всего, это у нас встречи и общение, и дни рождения проходят тут у нас, и занятия, и все вместе. Сябрулские односины, умоцование внешнеэкономичных соведей, нарушивание экспорту, развитие спорту и туризму, молодевая политика, галуны на прамке супрацовництва Молодечна и Марбара. Подписание погоднения со славянским городом-побратимом отбылось у культурной столицы 2016. Совесть поменьше регионами оборвалась у минулом годе. А пушную парту товара у гэтом на керунку младеченские бытворцы отправили у 2014-м. Подписание нового пакета документов повинно обновить и заполнить пробелы у двухбаковом супрацовництве. Мы надеемся, что подписав соглашение о сотрудничестве с городом-марибором, мы возобновим внешнеэкономические связи с Республикой Словении и продолжим сотрудничество не только в экономических направлениях, но и во всех сферах деятельности. Учитывая то, что у нас на эту пятилетку одним из главных приоритетов является наращивание экспортного потенциала, это сотрудничество будет одним из стимулов тоже расширения экспортных поставок. Европейскому спожилцу, белорусским вытворцам, сегодня ее что пропоновать? Продукты харчевания, мебли, будалничьи материалы. Далеко не все, что сегодня выробляют на Молодеченской земле и познают за межами краины. Усягое спися по братиму у Молодечна больше за 20 городов. Полово погоднению об супрацовництве подписано с регионами России. Тем не менее, активность сегодня развивается европейский напрямок. Сярод давних и добрых сябро, Польша, Литва, а теперь можно сказать и Словения. Репортажи эфирного вида у всех программу «Любый час» доступны на сайте ctv.by и на ютюб-канале столичного телебачения. Заходьте, глядите, подписывайтесь. На этом у меня все. Доброго вам настроя и до встречи.